Всем привет, друзья! Как мне ранее рекомендовали, чтобы глаза не пропаливали камеру, я одел очки. Сегодняшнее видео посвящено разводу, авторазводу. Первое это разводу пригон авто и вторая тема это подбор. Мы в Carpoint запустили буквально полгода тому назад, насмотревшись за этим уродством, который происходит на рынке подбора и пригона машин в Украину и в Украине подбора. Мы запустили новую услугу, которая на сегодняшний день является, наверное, самой необходимой, но еще общество пока не готово, пока некоторые люди смеются и мы смеемся. Мы смеемся над теми, кто смеялся, то есть мы смеемся последними. Что это за новая услуга? Это новая услуга «Перепроверь своего автоподборщика» или же «Перепроверь своего пригонщика авто». Что это значит? Это аудит. Во всем мире есть такое понятие, как экспертный аудит. Мы перепроверяем и даем свое резюме, то есть даем свое экспертное заключение по поводу того, что за люди, что за бумаги, что за документы, что за качество и даем аналитику экспертности. Вы зададите вопрос, что нам дало право это делать? Более 15 лет работы. За последние два года Carpoint закрыл немало, немного, больше 500 сделок. А также огромное количество положительных отзывов наших клиентов спустя время, полгода, год, два года, три года, пять лет, семь лет. Это говорит о том, что наша идеология проекта и наши дела не расходятся, и мы делаем то, что мы рекламируем, вот так мы и делаем. Поэтому мы ввели эту услугу, и уже есть первый результат. К нам обратился человек Ликс, я потом вставлю даже переписку. В этом видео вставим переписку, просто вырежем имя человека, потому что не факт, что он хочет, чтобы о нем говорили. Обратился он к нам со следующей... По нашей услуге перепроверим подборщика. Обратился со следующей просьбой, запросом. Артур, я хочу заказать машину из Германии. Вот я нашел в соцсетях и в фейсбуке крутых ребят. У них там 40 тысяч подписок. У них там безумное количество предложений, вариантов с аукционов. Шикарные условия, бла-бла-бла. Наш заказчик, наш клиент, он говорит, я оплачу ваши услуги все. Если ты поедешь, перепроверишь. Так случилось, что мы ехали в Германию. А их офис, как они говорят, находится в Германии. Человек оплатил услугу перепроверя автоподборщиков. И мы сделали аудит. Скрины, фоточек мы обязательно выложим в этом видео. Переписки. Мы проверили, что ребята, которые позиционируют себя как суперкрутые поставщики автомобилей в постсоветское пространство. Это Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан. На самом-то деле просто разводилы. Такое громкое слово разводилы. На самом-то деле они предоставляют магию. Они делают магию, они волшебники. То есть если ты лох, то для тебя волшебство сработает. Если ты наш клиент и не лох, то для тебя волшебство не сработает. Мы проверили этих ребят по базе, которой они позиционируют, что у них все там числится по Германии. Нам отказали в налоговой. Назовем так, в налоговой. Нам отказали, потому что у нас нет оснований перепроверять эту компанию. Мы хотели гражданским путем пойти. Но мы пошли путем интернета в серчингах, путем поиска отзывов, путем аналитики сайтов. Первое, что мы обратили внимание, и мы обращаем ваше внимание, на что нас сразу слишком все красиво. Все написано там так красиво, что у них в соцсетях, что ну просто капец, просто грех не воспользоваться этими ребятами. Чтобы они вам подобрали и привезли машину, доставили в Украину. Второе, что наталкивает, это отсутствие отзывов. То есть отзывы либо почищены, либо же отзывы в Фейсбуке вообще заблокированы. То есть вот как у нас, у нас можно написать отзыв, и ты можешь посмотреть, и любой человек может составить отзыв. А там графа отзывов в Фейсбуке вообще отсутствует на бренч. То есть это компания, типа немецкая, зарегистрирована в Германии, которая позиционирует себя и продает пригон под ключ с растаможкой автомобиля в Украину, Казахстан, Россию, Белоруссию. То есть, но у них есть некая квота на закрытых аукционах европейских юридических фирм. Там они могут, в общем, получается, только 25 машин в какой-то промежуток времени, в месяц покупать. Нужно внести предоплату для того, чтобы зафиксировать. На самом-то деле так круто написано, что ты даже не понимаешь, зачем вносить предоплату. Типа какую-то машину, то есть за какую-то машину ты вносишь предоплату. Опять-таки, но это очень странно, потому что на аукционах машины выставлены, и они через какой-то промежуток сыграли, и все, ты пошел, оплатил. Ну, то есть зачем предоплату вносить им, если можно сразу на аукцион оплатить, как это в Америке происходит, да? То есть уже в этих моментах развод. И в течение месяца они тебе эту машину как бы доставляют. Вот в чем развод. То есть ты пересылаешь, переводишь деньги, они тебе высылают, типа, договор. Типа, у них есть офис в Германии, зарегистрированная ГМБХ, это юрлицо в Германии, даже город, там офис пишут. Все, класс, они это написали. Ты деньги перевел, и давай, Ларри Ведери, мачо. Короче. Или как говорят здесь, чао. Граци. Грациас. Грациас чао. Короче, вот такие вафли. Происходят это в Германии. Типа, русские парни в Германии, я уверен, наши. Я не знаю, русские, украинцы, сейчас мы говорим про славян, по советского пространства, окей. А может быть даже и не славяне. Поэтому кто-то из СССР, выходцы из СССР, красавцы. Такая мега-воронка развод. Я поражаюсь просто, почему еще до сих пор вообще это работает. Почему же этот идиот, типа русский Иван-дурак, я говорю сейчас не про российского. Когда же он закончится этот русский Иван? Иванушка-дурак, вы знаете, да, эти сказки? Иванушка-дурак. Когда эти Иванушки-дураки у нас закончатся? После этого мы сделали аналитику инстаграма, и мы поняли, что это боты. То есть активность, они очень низкая. Это все накрученные подписчики для того, чтобы какой-то Вася зашел, извините, пожалуйста, если это были вы, и посмотрел. Ох, блин, шара класс! 40 тысяч подписчиков, это значит классные, крутые ребята. Весь аккаунт забит крутыми тачками. Это же, а сколько отзывов? Следующее, что нас навело, так как мы знаем, как говорят клиенты, как дают отзыв клиенты. Клиент дает отзыв иначе, чем у них. Почему иначе, чем у нас? Потому что у нас есть видеоотзывы. Только очень довольный, безумно позитивный клиент даст хороший отзыв. То есть вот мы оказали в Карпоинте человеку услугу, супер нереальную услугу какую-то там. И вот он самый счастливый в жизни человек. Мы его просим, слушай, расскажи, как тебе было сотрудничать с Карпоинтом. И я знаю, что клиент говорит и рассказывает, дает свой отзыв абсолютно иначе, чем у этих ребят. Соответственно, это такая психология. То есть мы почекали, как дают реально отзыв этим ребятам. И мы поняли, что все отзывы, они купленные. То есть при том купленные и сценарные. Потому что ни один обычный человек не будет давать так четко эту информацию. И эмоцию не спрячешь. То есть я, когда записываю на свой телефон, записываю видеоотзыв клиента, там все иначе. Я не буду рассказывать еще в чем-то фишки, потому что там было 3-4 фишки, которые в отзывах, в видеоотзывах этих ребят я увидел. Которые сразу мне сказали эти купленные отзывы. Потому что ни один человек такого не делает. Но я не буду этого делать, чтобы потом они не научились и не начали делать так, как я говорю правильно. Следующее, что нас натолкнуло, что мы не могли найти нигде отзывов в интернете. И ссылки удаляются мгновенно. То есть даже те скрины, которые мы поскидываем в видео, покажем. Там скрин, заходишь, а уже удален. То есть, грубо говоря, эти отзывы чистят платно. Естественно, есть такая услуга. Есть такие компании, которые за деньги чистят. Фейсбуки, гуглы, сайты, сосну. То есть платная услуга чистить все, подбирать за компанией. Если это негативные отзывы. Компания заказывает, оплачивает, все чистится. И ссылки удаляются. То есть и потом не можно идти ни одного отзыва о компании. А все отзывы фейковые. После этого мы попытались связаться. И мы такие думали, ну все, ребята, вы же пишите в рекламе. Мы предоставляем договор. Это уже вторая компания. Чтобы вы понимали, ребята, был до этого еще один человек. Книгс, который заказывал Эску за 90 рублей. Ну, то есть в Украине она 90 стоит. Там она, там ему ее предлагали за 75, по-моему, евро. Правильно, да, евро. И получается, что тоже нам заказали услугу перепроверки этих подборщиков. И вот мы сталкиваемся два раза с договорами. Во-первых, те ребята сказали, никакие договора мы вам не высылаем с реквизитами. Если хотите, первые, первые мошенники. Если хотите, приезжайте в офис. И у вас есть право, сидя в офисе, ознакомиться с условиями нашего договора. И прямо в офисе подписав его и вносить оплату. То есть, грубо говоря, тебя ограничивают возможности юридически ознакомиться, перепроверить их. То есть, понятно, можно сказать, я приду, в офисе возьму документ, заберу его, пойду перепроверю. И потом, ну, это, то есть, как-то странно. То есть, уже такой бизнес так не может делаться, да, нормальный. Поэтому, а эти ребята, они отказались высылать вообще нам договор. То есть, не просто, они просто морозили. Я звонил специально со своего телефона, чтобы его можно было проверить, понять, кто я такой. Мне ничего никто не отвечал. На звонки никто не отвечал. Мне прислали просто текст воронку. То есть, воронка – это некая система, модель, в которую ты захват лидов. Я ненавижу это слово. Захват потенциального клиента. Автоматическая рассылка. Автоматическая рассылка. То есть, мне пришла автоматическая рассылка, чисто рассчитанная на лоха. То есть, снимая все возражения, маркетинговое написано идеально, так как у меня есть рядышком маркетолог. Мы все это посмотрели. И мы посмотрели, это классическая разводящая автоворонка, авторассылка. И вот сегодня мы уже дошли до того, что взяли, у нас есть такой администратор, очень хороший новый, Миша. И попросил его, он молодой, он не хакер, но он так нормально умеет шарить по сети. И он в архивах разных сайтов нашел отзывы людей об этой компании. Это жесть. Это реальная жесть. Как и предполагалось, мы высылаем нашему клиенту эту переписку людей и отзывы, которые уже удалены. И в архиве только сохранены некоторых сайтов. Он пишет, все ясно. Спасибо. Спасибо, что он не попал рублей на 5 евро, а то и 10. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Важно, чтобы вы понимали, что морали этой истории, этого видео в том, что не ведитесь на шару. Перепроверяйте. Сегодня развелось огромное количество псевдоподборщиков, супер мега крутых пригонщиков. Но какие гарантии они вам дают? То есть гарантию чего? Гарантию того, что они привозят машину с пробегом 300 тысяч, мотают на 140. И машина красиво выглядит не бита, не крашена. Так что машина только из не бит, не крашен состоит. Машина состоит еще из мотора, из коробки, любой трансмиссии. Да, из всего машины состоит. Общий износ, усталость машины, турбины. Ну, то есть много чего. Машина это не просто не бит, не крашен. И огромное количество не только вот этих пригонщиков из Германии или из Европы, а и подборщиков у нас в Украине. То есть что происходит? Каждый маломальский парень с приборами, ничего не поняв опыта не имея, начинает машины подбирать, открывает свои агентства. Я сталкивался с 4-5 людьми за последний год, которые не могут определить по машине сами ничего. Но они уже все, у них свои какие-то подборы и все остальное. И на этом все, друзья. Всего хорошего вам из Испании. Покупайте хорошие проверенные машины. Ваш Артур Васильев и CarPoint. Подписывайтесь там, ставьте лайки, колокольчики, где угодно, что угодно. Всего хорошего. Love you. Чао. Это будет мега-позитивная ставка. Дополнение, очень мега-позитивное дополнение. Мы сейчас едем в Мадрид к одной знакомой Екатерине. И ее папа, ее отец преподавал мне наука, такая есть виктемология в юридической академии, в Одесской национальной юридической академии. Был предмет виктемология. Знаете, что это такое? Это наука о жертве. То есть, понимаете, да, наука о жертве. И вот я сейчас еду, вспоминаю ее и вспоминаю Тулякова, преподавателя. То есть, я не знаю, кто он сейчас, доцент, академик. И сейчас не знаю, мы не следим. Сейчас, ну, я не слежу за ее эксплуатацией, но вот у меня такой вопрос родился. Это они виноваты и они плохие, то, что они сделали разводящую воронку такую, воронку-развод, фирму-развод по автопригону. Или вы сами виноваты, те, кого обманули, да, что вас обманывают. То есть, вот здесь интересный вопрос, потому что наука о жертве гласит, что жертва, она, это как бы ее такая карма, короче, я сейчас шучу, конечно, что жертва, она сама провоцирует преступление и позволяет ему произойти практически всегда. Есть огромное количество там тезисов, концепций и теорий внутри самой виктимологии. Мы сейчас не про это. Вот зачет я сдал на пять или экзамен там, но я не помню. Так вот, к чему я говорю, что по факту, по факту, люди, которых обманывают, сами в этом виноваты. Как бы это дико не звучало. То есть, вы позволяете самим себя быть обманутыми. Поэтому я, например, не считаю этих ребят, что они виноваты. То, что они делают это плохо. И что вселенная им воздаст, им вернется. Либо им, либо в следующих поколениях. Это уже в зависимости от того, как квантовая реальность сложится и схлопнется. Но это не шутка была сейчас. Вот. Но я считаю, что виноват тот человек, который позволил себя обмануть. Потому что если ты не признаешь то, что ты сам виноват в том, что тебя обманули, значит в следующий раз тебя еще раз обманут. То есть, а если ты признаешь, то ты учишься. Новый взгляд, как посмотреть на это все. Если ты покупаешь конченую машину у парней с приборами, потому что их услуги стоят, например, под ключ там 300-250 долларов. И ты типа сэкономил там а-ля 100-150-200 долларов на нормальной именитой компании какой-то. Я не говорю сейчас только про Carpoint, да. Я сейчас говорю еще про пару ребят в Украине, которые делают это круто. И в России очень много есть... Ну, не очень много, но есть пару веток таких, как там Эльдар, такие ребята, как Шелково направление. Это те ребята, для которых это идеология. Помимо того, что они профессионалы с очень большим багажом, с опытом знаний, для них это еще и идеология. А если вы заказали где-то во дворах у дяди Васи какой-то там подбор, или у ребят, которые были такими перекупами с ретничком, или какими-то салонщиками с ретничком, или вообще никем и туда не стали подборщиками, потому что они где-то поработали по этому направлению, и не решили, что они могут с вас рубить по волокам, то это ваша проблема, что вы на самом деле им доверились. Потому что выбор есть, есть огромное количество статистики, которую можно найти свободно и бесплатно в интернете. А если вы этого не сделали, или вы не знаете как это сделать, обращайтесь к вам по-моему.